Всем доброй ночи! Итак, дорогие друзья, сегодня я хочу подарить вам чистку с помощью ступки. Ступка это не просто предмет кухни для готовки и прочее. До этого времени, как ступка перенеслась на кухню, ступка была предметом культа. Точнее, для перемалывания злаков, для перемалывания иных ингредиентов, но в то же самое время, как предмет культа. Во-первых, начнем с того, что ступка круглая, намек на круг земли или круглое солнце. Во-вторых, считалось, что перемалывая продукты, различные ингредиенты, мы передаем им определенную свою энергетику. И вот с какой энергией мы это делаем, та энергетика и будет у еды, которая изготавливается с помощью ступки. Кроме всего прочего, ступка создает энергию очищения, то есть вытаскивает злость, вытаскивает, скажем, такую черную энергетику, которые слоями ложатся на человека со временем. Это сглаз, это ненависть людская, это прочие посылы, пожелания и так далее. И она вытаскивает у человека эту энергетику. Поэтому считалось, что если вам нехорошо, если у вас плохое самочувствие, если у вас дела не очень идут, в этот момент готовить еду с помощью ступки не следует, потому что вы передадите эту отрицательную энергетику туда. Еще издревле ступку использовали ведьмы и для изготовления определенных различных травяных смесей, лекарств, но и для очистки. С помощью ступки можно очищать себя от закрытых дорог, от зависти людской, от бедствий. Ну, смотря на сколько в этот момент ваша энергия сильна и сколько вы можете перемолоть и убрать из себя с помощью ступки вот этой отрицательной энергетики. Такие, скажем так, заговоры или ритуалы, чтобы можно было их использовать или взять за основу, практически не сохранились. Но зная старославянские различные методы снятия порч и с помощью ступки в том числе, то есть сохранилось именно действие, что происходило, каким образом это делали. Естественно, я на основе вот этой традиции создала ритуал очищения порчи с помощью ступки. Я хочу вам сказать, что он очень действенный, потому что вы всю свою злость, всю свою вот эту внутреннюю боль передаете соли и перцу. Это называется перемолоть или избить свою беду. Ну, как бы это банально ни звучало, это именно так и происходит. То есть вы передаете, очищаете, передаете всю эту отрицательную энергетику соли и через соль передаете перцу, а потом сжигаете в огне. Поскольку у нас есть источник огня, поэтому я и сейчас стараюсь проводить те ритуалы, где требуется источник огня, именно возле костра. Вам нужно следующие шесть черных восковых свечей, соль крупная, можно морскую взять, перец черный в горошек. Далее, либо полынь, либо зверобой. Здесь полынь. То есть или одно, или второе. Две травы перемешивать нельзя. Полынь или зверобой создают некую такую сетку энергетическую, усиливают подобные чистки и работы. Поэтому часто в чистках используется либо зверобой, либо полынь. Нужно посыпать соль и перец и начинать, значит, бить сверху, то есть перемалывать беду и прочее-прочее с помощью ступки. Делается это шесть раз, но я делаю три раза. Потом оставляете свечи догореть, когда останется чуть-чуть огарки свечей. Ну, если догорят до конца и огарков не останется, ничего страшного. Значит, свечи вместе с откупом шесть монет относите под дерево, под любое дерево. Оставляете там со словами «откупаюсь», «отворачивайтесь» и «уходите». Откупаться следует на следующий день, ну, в течение дня. Итак, начнем. Мы начинаем с помощью ступки, значит, мы начинаем бить по всему, что там находится. Нужно измельчить соль и перец. Не обязательно, чтобы там прям мука осталась. Главное передать всю свою злость. Вы знаете, что соль обладает качеством, втягивает в себя всякую гадость. Именно поэтому продукты, значит, содержатся в соли для того, чтобы соль не давала разлагаться. Разлагательным этим процессам не дает развиваться, останавливает. И в то же самое время соль втягивает в себя всю вот черную энергетику из человека. Усталость и так далее. Вот эта ванна солью, она не просто так придумана. Она действительно втягивает в себя. И вот тут вы передаете как бы эту энергетику соли. А перец – это горечь жизни, которая вместе со слезами, с болью должна перемалываться и уйти. А после это все нужно кинуть в огонь. То есть вам еще нужен источник огня следующий. Ну, вы можете взять, там угли продаются, там различные... Может даже развести костер, это неважно. Но у вас должен быть еще один источник огня. Таким образом перемалываем. Сейчас будем зажигать траву. И начинаем читать. Вот лучше визуализировать. То есть вот всю горечь, боль жизни, которая у вас в данный момент происходит, можно визуально представить. И вот со всей злостью, значит, бить то, что там находится. Поскольку мне неудобно и читать, и говорить, давайте-то я буду как бы периодически это делать и останавливаться. В черную ночь я нужное дело творю. В темную ночь я двери судьбы отворю. Закрытые дороги открою. С тупкой колдовская. Порчу. Вернишь. Что сказом велю, так тому и быть. Истинно так. Немножко сбилось, но это неважно. Бывает усталость. Вот так бьете. При этом читаете и вот таким образом бьете. Оно само выведет из вас всю эту горечь, все эти закрытые дороги. Вам даже не нужно называть это все, собственно говоря. После берете это все и сыпите в огонь. От людей пришло. В ступке силу потеряла, в огне сгорела. Да будет так. Еще раз. Повторить нужно шесть раз. Еще раз скажу. Но я прочитаю, наверное, три раза и достаточно. Во-первых, памяти столько нет в телефоне сейчас. И во-вторых, все-таки два часа ночи и усталость сказывается. Берем. Бьем и читаем. В черную ночь я нужное дело творю. В темную ночь я двери судьбы отворю. Закрытые дороги открою. Ступка колдовская до ведьмина сила. Исполните то, что я попросила. А попросила я избавления от бед. А попросила я новых побед. А лиха и зависть людскую. Зло и посылы любые. Горечь и боль. Соленую скорбь. С тупкой изобью. Изничтожу. И в огне черном сожгу. Та пеплом посыплю. Порчу. Корчу. Суету да маяту. Бью я ступкой. Калачу. Плач беда своими же слезами. Заливайся. Из пути моей убирайся. Заберите в себя соль и перец. Слезы мои. Горечь жизни. От людей пришло. В ступке силу потеряла. До вагон уйдешь. Там сгоришь и сгинешь. Что сказом велю. Так тому и быть. Истинно так. От людей пришло. В ступке силу потеряла. В огне сгоришь и сгинешь. Да будет так. Честно говоря, начинает голова кружиться. И очень может быть, что у вас тоже начнет кружиться. Закружится голова. И это нормально. Потому что это с вас вбирает. По сути, как сдирает вот эту вторую кожу. А всякая чернота просто слоями крепится к человеку. Ведь почему чистка идет, например, долго, когда делает профессионал. Слоями, слои снимает с человека. Сначала больше, потом еще больше. И добирается до самого его оболочка. Опять начинаете бить. В черную ночь я нужное дело творю. В темную ночь я двери судьбы отворю. Закрытые дороги открою. Ступка колдовская да ведьмина сила. Исполните то, что я попросила. А попросила я избавления от бед. А попросила я новых побед. А лиха и зависть людскую, зло и посыла любые. Горечь и боль. Соленую скорбь. Ступка и забью. Изничтожу. И в огне черным сожгу. Да пеплом посыплю. Порчу, корчу, суету да мейту. Бью я ступка и колочу. Плач, беда, своими же слезами. Заливайся. Из пути моей убирайся. Заберите в себя соль и перец. Слезы мои, горе жизни. От людей пришло. Ступки силу потеряла. Да в огонь уйдешь. Там сгоришь и сгинешь. Что сказом велю, так тому и быть. Истинно так. От людей пришло. Ступки силу потеряла. В огне сгоришь и сгинешь. Да будет. Чем может помочь такая чистка? Первый раз немножко с ошибками прочитала, потому что устала. Второй и третий раз именно полностью текст. Так вот, чем хороша такая чистка с помощью ступки? Во-первых, с вас уходит темная энергия, уходит в ступку. Вы там его избиваете. То есть вы перемешиваете, передаете соли и перцу. После отдаете огню, очищаете. Огонь имеет очищающую особенность, стихия очищения. Если в коллективе преследование, если постоянно какие-то неудачи, неурядицы, мелкие, большие, дома начинается ссора, дети не слушаются, с мужем ругань. Проведите вот этот ритуал. И желательно, чтобы эта ступка была специальной для этого ритуала. Желательно, чтобы вы его не использовали больше нигде. То есть не готовили в нем еду и прочее, прочее. Просто купите ступку, обычную ступку в любом хозяйственном магазине. Не обязательно ходить, там специально каменная может быть, может быть металлическая, вообще никакой разницы. Но каменная, она лучше по энергетике, учтите. И каждый раз, когда у вас начинается дома неурядицы, какие-то непонятные, там машина ломается постоянно, дома какие-то там краны ломаются, еще что-нибудь. То есть вы чувствуете, что вот накопилась темная энергетика. Вы его просто снимаете, избиваете, выкидываете в огне, чтобы она сгорела. Это очень действенно. Это больше идет и, оно есть и в славянской магии, ступка, работа со ступкой. И, как ни странно, есть еще закавказская магия, работа со ступкой. Очень часто над головой человека вот так водили ступкой, били, то есть избивали отрицательную энергетику и очищали, лили водой или огнем. Ну, различные есть методы, в принципе, сейчас мы не будем углубляться, но оно очень действенное. Убирает полностью черную энергетику и препятствия из семьи, из дела, из работы и прочее. Даже может помочь, если вы, например, продажами занимаетесь и долго у вас как-то не очень идут люди. Попробуйте сначала сделать это, а потом делать призыв удачи и денег. Удачи и всех благ! Продолжение следует...